This conference will now be recorded. Всем, чем занимаюсь на основной работе, параллельно преподаю в учебном центре специалистов. И сегодня мы с вами рассмотрим рекламную лабораторную работу из нашего четвертого курса по Linux. В конце я сделаю обзор курсов, не в начале, чтобы сразу люди перестали смотреть записи за рекламой. Вот, четвертый курс по Linux у нас посвящен интересной очень теме, мне лично очень интересной интеграции систем разных, разных систем, Windows систем и Linux систем. Значит, мы у себя в университете, я в частности, давно пережили, значит, подростковый максимализм, что вот FreeBSD это круто, все остальное отстой. И используем разные системы, Windows, Cisco, Linux, FreeBSD редко, надо сказать. И, собственно, все основные усилия сейчас наши сосредоточены не на том, какую систему использовать, а как сделать так, чтобы с наименьшими усилиями у пользователей появилось, ну, как можно больше удобных доступных сервисов. Вот. И, собственно, наша задача сегодня выглядит следующим образом. Значит, техническое задание. Значит, ну, сразу буду пользоваться методическим пособием, которое также веду для двух своих работ. И пособие называется вот так вот, Viki, Val, BMSTU.ru. Viki – это Viki, Val – это я, Вячеслав Александрович Лофдоров, BMSTU – основное место моей работы. Значит, она используется для инженерной деятельности и для методической, преподавательской в частности. Для методической деятельности я выделил отдельный раздел материала по методике чтения курсов. И сегодня мы с вами посмотрим план лабораторных работ к рекламному вебинару. Значит, не первый вебинар я веду. Вот. Нравится мне подготавливать какие-нибудь интересные темы, стараюсь всегда. И вот в списке вот этих вебинаров, вот наш сегодняшний вебинар, собственно, я вот в этот вот раздел и зайду. Значит, ну, любой маломальский администратор знает, что есть такая штука, как контроллер домена. Наверняка, там, большинство из вас знает, что там хранятся учетные записи пользователей, компьютеров, и что это можно использовать для сквозной аутентификации, авторизации пользователей и сервисов. И, собственно, наш такой вот план состоит в том, что у нас действительно есть локальная сеть предприятия. Сейчас я ее начну изображать, даже с адресами, чтобы было как-то понятно. Локальная сеть предприятия имеет адреса такие традиционные, будем. Так, адреса традиционные. Так, сейчас мы сделаем шрифт покрупнее. 192, 168. Значит, я возьму такую вот сеть, чтобы сразу все вдруг... 192, 168. 13. Вот такую 13-ю сеть возьму, чтобы было, значит, о чем пожалеть. Так, в этой сети у нас имеются Windows-системы. Начнем с Windows-системы. В Windows-системы имеется, собственно, контроллер домена. Я его просто назову ADR без всяких... Да, слушайте, рисует не очень, но ладно, буду схематично. Десятый IP-адрес из этой системы, название у нее сервер. Да, рисует совсем плохо. Готовишься, готовишься, оказывается, какие-то банальные вещи. Машина называется сервер, и, собственно, она контроллер домена. Также, чтобы проверить работоспособность контроллера домена, имеется Windows-система, которая называется, как ни странно, клиент 2. Клиент 2, потому что вебинар построен по материалам курса, и там начинается, собственно, с чистых Linux, а потом добавляются Windows. Поэтому клиент 2. Ну и, собственно, эта сеть подключается к сети провайдера. Тоже я схематически изображу, потому что эта машина будет активную роль в нашем вебинаре принимать. Через Linux-систему Gate. Linux-система Gate. Название говорит о том, что это шлюз в интернет. Так оно и есть. Но, чтобы не плодить лишние машины, это же Linux-система Gate. Вот она, Linux, да, я напишу. Linux. Это у нас, собственно, Windows-системы. Windows. Даже напишу 2016-й сервер. Это у нас, собственно, 2010-й. Windows-10, да, Windows-10. Вот, и, значит, Linux-система будет играть роль не только шлюза, про которую, про эту роль мы в этом курсе даже в этом вебинаре говорить не будем, а будет играть роль Linux-системы, на которой развернуты сервисы. Ну, поскольку у нас ограничение по времени вебинара 45 минут, то здесь будет развернут файловый сервер. Так, файловый, ну, или, как многие из вас, наверное, знают, CIFS. CIFS-сервис, значит, известный протокол для подключения к файловому серверу, просто чтобы не добавлять еще одну вертовку. Так, конечно, по-нормальному нужно отдельную машину, а может быть и нет. Есть же реклама, да. Это шестой курс, рассказывает, как взять две железные дешевые машины и сделать все сервисы отказоустойчивыми, в том числе и шлюз в интернет. Так, в том числе и все сервисы. И, значит, наши с вами пациенты – это Linux-машины. Значит, Linux-машины две будет, две машины. Начнем с одной, потом перейдем к второй. Первая машина будет называться клиент-1, вторая будет называться клиент-2, клиент-2, а, клиент-2 занят, поэтому клиент-3. Вот, и это машины Linux. Linux уже десктопы, Linux-десктопы с графическим интерфейсом. Вот, и исходное состояние, я покажу, что у нас это все уже есть. Значит, на это мы время тратить не будем. Вот, у нас с вами пять машин. Используем мы на курсах виртуализацию VirtualBox. В домашних условиях или на курсах прекрасно она подходит. В университете используем V-Sphere, мы тоже очень довольны. Вот, и, собственно, исходное состояние. У меня есть подключение к моей Linux-системе Gate. Она же будет содержать все сервисы. Вот, и первый сервис, который на ней развернут, это DHCP. И здесь хорошо видно три нашей системы. Windows-клиент и пара Linux-клиент. Значит, в контроллере домена тоже исходное. Покажу вам ситуацию, чтобы было от чего толкнуться. В контроллере домена у нас имеется один пользователь, Иванов Иван Иванович. Вот с такой вот учетной записью. User-1 у меня на всех курсах имеется. User-1 Иванов, User-2 Петров, User-3 Сидоров. Так они кочуют по всем семи курсам. Значит, также в контроллере домена у нас имеется Windows-клиент. Вот он, видите, клиент 2. Уже в домен мы добавили. Значит, на машину с именем студент не обращайте внимания. Я с утра не удержался еще от нескольких экспериментов. Вот этой машины у нас не будет. Так, и, собственно, в DNS тоже у нас с вами только машина-сервер, машина-клиент. Вот, значит, такая чистая конфигурация. Так, и имеются вот запущенные Linux-клиенты. Linux-клиенты с графическим интерфейсом. На самом первом курсе рассказывается, как добавить графический интерфейс в Linux, хотя в основном курс проходит в командной строке, разумеется. И, значит, ТЗ. Напоминаю ТЗ. ТЗ прямо у нас забита. Значит, кстати, можно даже в чат скопировать ссылку на методичку. Вот, в любом случае по видео можно будет и найти. Кстати, запись я размещу здесь, как только она появится. То есть все можно будет посмотреть. Так, цель. Когда ко мне обратились, Вячеслав, вот о чем бы вы такое хорошее, интересное могли бы рассказать в рекламе четвертого курса. Я очень хорошо помню, когда готовил этот курс, кстати, довольно давно, лет 15 назад этот курс возник, может даже больше. Я столкнулся с огромным количеством материалов, очень мутных. Каждый из них содержал решение какой-то частной задачи под частные условия. И использовались то эти команды, то те команды. Да и вообще, зачем вводить в домен Linux машины, как бы вопрос открытый. Ну, на первый взгляд, ну, это позволит, например, подключаться к Linux машине учетной записью доменного пользователя. Ну, неплохая задача, да, действительно. Вот у нас пара десктопов, вот они говорят в логинсе. Вот было бы круто здесь набрать там user1, ввести пароль из Active Directory и войти в систему, соответственно. А дальше что? А дальше хочется иметь возможность прозрачно подключаться к сервисам. Так называемый single sign-on, то есть единожды введя логин и пароль, я могу подключиться к сервисам, ну, например, к файловому сервису. Нужно ли для этого вводить машины в домен? Если нужно, то как? И вот как раз я еще одну преследую цель. Мне очень нравится такой подход минимализма. То есть как с минимальными усилиями решить задачу? Ну, не в ущерб функциональности, конечно. Вот, вот как это сделать, мы с вами сейчас посмотрим. Ну, и, собственно, окончательная формулировка ТЗ, значит, ну, во-первых, не всегда нужно вводить в домен, да, хочется провокационный, конечно, материал выложить, да, что оказывается, не обязательно вводить машины Linux в домен, чтобы пользователи Linux систем могли работать вот с инфраструктурой AD, с сервисами, которые в AD зарегистрированы, собственно, single sign-on. Чтобы у них работал. Ну, и пара вот таких вот вводных, еще не вводных, а, так скажем, тоже рекламных вебинаров, которые я записал в свое время. Они как раз рассказывают о том, что такое Kerberos, что не надо иногда вводить в домен даже Windows системы, чтобы они работали с single sign-on. Ну, а наше техническое задание. На предприятии Active Directory мы его нарисовали. Сотрудники должны иметь возможность с любой Linux станции работать в личном окружении, вот именно с любой, то есть человек может прийти на работу, ему досталась вот эта станция, он в нее, за нее сел, ввел логин, пароль. В принципе, администраторам Windows это хорошо известная технология, да, она называется, как она называется? Она называется, вот выскочила, в чат мне напишите, как она называется, когда десктоп сотрудника перемещается на его рабочую станцию. Вот, а вот в Linux можно такое сделать или нет, чтобы человек сел за любой Linux компьютер, ввел логин и пароль из Active Directory и, соответственно, перемещаемый профиль, господи, боже, все, старость и радость. И, собственно, его окружение появилось, его папки, его каталоги, настройки, его, например, почтового клиента, чтобы появились, чтобы не надо было, значит, что-то там вспоминать и так далее. Вот перемещаемый профиль заодно надо сделать. Ну и, конечно, необходимо, чтобы он мог работать совместно с пользователями системы Windows, например, с общими корпоративными файлами. Вот как это сделать. Так, ну что же, первый шаг мы уже сделали. Я, значит, единственное, что не показал, что у меня клиент 2, вот он клиент 2, он уже введен в домен, ну, точнее, не до конца показал. Вот я ввожу пароль пользователя, которого показывал в Active Directory. Вот, значит, смотрим, как наш пользователь входит в домен. И, собственно, пока что ему делать в домене нечего, потому что ни одного сервиса у нас не развернут, к которому он бы мог подключиться. Значит, про Linux уже поговорили. Значит, Linux динамически получает IP-адреса. Графический десктоп у них установлен. И все машины мы с вами видим в сети. Вот такой замечательной командой. Вот такой замечательной командой. THC, LizzList. Так, ну что же, шаг 2. Давайте начнем с задачи тоже интересной. И как развернуть сервис на Linux, который бы был доступен пользователям систем Microsoft, особенно с учетом того, что они в домене. Вот. Ну и, соответственно, начинаем лазить по интернету. Как вот я тут перед вебинаром беседуя рассказал, продолжаю рассказывать. Есть хорошие книги, как это сделать в Windows. Есть хорошие книги по Linux. Но мало хороших книг, точнее, если знаете, пришлите ссылку, не зная ни одной, которые бы говорили вот о гетерогенных сетях. Поэтому, потратив много лет на поиски, отбор материалов, экспериментов и так далее, я пришел к следующему. Для того, чтобы развернуть на Linux системе сервис, который будет интегрирован с Active Directory. В частности, в Active Directory, один из его интерфейсов, это Kerberos интерфейс. Необходимо на Linux систему установить программное обеспечение, умеющее работать с Kerberos. Вот. И, собственно, поскольку у нас с вами Linux является клиентом Active Directory с точки зрения протокола Kerberos, то мы устанавливаем пакет, который называется krb5-user. Устанавливаем его по умолчанию. Благодаря тому, что здесь корректно настроен DNS, ну, спасибо Microsoft, там корректно настроен DNS, то наш с вами клиент сразу же понимает, что он является членом вот этого домена. Вот. Ну, а если бы не понимал, в принципе, можно было бы вот этот вот файл из двух строчек сделать. То есть, вопроса надо, как включить систему Linux в домен? Очень просто. Надо поставить пакет krb5-user и в конфигурации этого пакета просто оставить две строчки. Все. В домене машины. Ну, люди из Microsoft тут же скажут, ага, в домене, еще посмотрим. Вот. И зайдут вот в эту вот оснастку и скажут, Вячеслав, все, вы врете, ни в каком домене я машину не вижу, да? Ну, не совсем так. Давайте попробуем какой-нибудь учетной записью воспользоваться. Открываем документацию к пакету krb5-user и набираем k-init-user1. Баф, у нас спрашивают пароль. Давайте введем пароль, который, ну, вы не видите, какой я пароль ввожу, но я вам клянусь, что ввожу пароль, который в контроллере домена зашил. Вроде бы ничего не произошло, но, с другой стороны, и руганий никакой не было. Обращаемся к коллегам из компании, работающими с Microsoft. Что происходит, когда пользователь входит в домен? Открываем книжки по Microsoft толстые и, среди прочего, находим, что наш пользователь получает так называемый тикет-гран-тикет, билет на получение доступа к другим сервисам. И вот там пару ссылок на предыдущие вебинары я вам показал. Там как раз я рассказываю, как работает Kermers. А здесь мы просто посмотрим с помощью команды Calist. Вуаля, я получил уже тикет-гран-тикет, уже, значит, взаимодействие с Active Directory явно происходит. Так, но у нас-то задача дальше идет. Нам нужно развернуть сервис, который будет предоставлять доступ пользователям Microsoft. Это файловый сервис. Вот, соответственно, мы ищем в мире Linux, что у нас реализует файловый сервис. Очень быстро находим упоминание сервера Samba. Вот, а читая документацию к серверу Samba на тему, как нам предоставить файловый сервис для пользователей Microsoft, находим упоминание сервиса WinBind. Сервис WinBind – это компонент, который также разрабатывается компанией, которые Samba разрабатывают, или Samba Team. И он как раз и даже по названию говорит о том, что позволяет нам прибиндиться, привязаться к, видимо, к Active Directory. Ну, давайте попробуем к Windows. Устанавливаем этот пакет. Ставится он некоторое время. Ну, надеюсь, что не очень долго. Пока он ставится, буду рассказывать про его файл конфигурации. Документация сказана, что если вы хотите, чтобы ваш сервер Samba предоставлял доступ пользователям Windows, то этот сервер действительно надо зарегистрировать в контроллере домена. Кстати, не совсем правда. Если вы придете к нам на четвертый курс, одна из лабораторных работ продемонстрирует, что это вовсе не обязательно. Но это один из способов реально зарегистрироваться в контроллере домена. Раз. И второй момент заключается в том, что нам из контроллера домена понадобятся учетные записи. Учетные записи мы же договорились предоставлять общие ресурсы пользователям. Обычно для этого пользователи объединяют в группу и права на ресурсы предоставляют группе. По этой причине один из простых способов действительно зарегистрировать наш Linux с помощью WinBind в контроллере домена. Значит, ну давайте попробуем. Значит, открываем документацию. В документации смотрим конфигурацию и берем ее из моей методички. Так, ну и, собственно, здесь надо только заменить значение. Ну, лабораторные работы для учащихся сделаны. У каждого свой номер стенда. Вот. И, собственно, я здесь указываю, что у меня WinBind будет работать в режиме взаимодействия с Active Directory. Находится вот в этом вот домене. Вот. Ну, про эти параметры не буду сейчас рассказывать, потому что надо тогда показывать какие-то примеры. В курсах как раз они есть. А у нас всего 45 минут, которые стремительно заканчиваются. Поэтому я сохраняю этот файл и сразу перехожу к регистрации в домене. Ее можно произвести двумя способами. Вот мне в последний раз нравится вот такой способ. В последнее время я получаю тикет-грантикет никого-нибудь, а администратора домена. Вот. А потом набираю команду, выполнение которой каждый раз волнительно. Нет ADS Join. Именно сейчас произойдет регистрация системы в контроллере домена. И не только. Судя по тому, что мы здесь видим, нас еще и в DNS добавили. Но давайте проверим, так это или не так, где наш контроллер домена. Вот наш контроллер домена. Вуаля! Наша система LinuxGate появилась в списке систем. И также приятно, что она появилась и в списке DNS. Видите, все автоматически. Ничего руками делать не надо. Так, можно проверить соединение с контроллером домена, значит, утилиты. Можно убедиться, что теперь мы в DNS находимся. Можно, можно... Да, нужно перезапустить сервис WinBind, не забыть. Вот. Ну и, в принципе, уже можно посмотреть, ради чего мы с вами регистрировали. Ради пользователей. WB-info с ключом MinusU показывает, какие пользователи у нас есть. И мы видим знакомых нам пользователей. Да, администратор и юзерайд. Равно как и группы у нас тоже присутствуют. Так, можно выйти из домена. Мы это делать не будем. Можно управлять ключами Kerberos. Приходите к нам на курс. Расскажу вам, что такое ключи, для чего они нужны и так далее. Поскольку сервис WinBind тесно интегрирован с файловым сервисом SAMBA, реализующим протокол CIFS, то никаких принципалов, кстати, чудесным образом регистрировать не надо. Для меня это одна из загадок. Почему это не надо делать? Вот все остальные, там и мапы, HTTP, XMPP надо добавлять. Ну, а вот это для меня такой, да, загадка. Что мы еще не будем делать? Мы не будем использовать WinBind в библиотеке PAM. Дело в том, что наши пользователи вряд ли будут подключаться к системе Gate, например, через SSH или, не дай бог, через консоль. Значит, наша система Gate играет роль файлового сервиса, и пользователи будут подключаться к ней опосредованно, как бы через файловый сервис. Вот, поэтому эту тему мы тоже пропускаем. Так, и двигаемся дальше. Значит, у нас уже есть информация о пользователях, но если мы наберем вот такую, например, команду, idUser1, классическая Unix команда, то нам сообщат, что вообще-то никакого пользователя нет. Но если копнуть глубже, то проблема еще хуже. Дело в том, что в Linux у пользователя должны быть Linux-атрибуты. User-идентификатор, Group-идентификатор, Shell и так далее. И в контроле редомена, сколько бы мы их ни искали, мы их не найдем. Но опять же, грамотный инженер скажет, Вячеслав, не совсем так, можно дополнительные атрибуты прописать, а вот не будем прописывать дополнительные атрибуты, потому что лишние действия не хочется делать. На курсе, кстати, рассматривается это лаба с дополнительными атрибутами тоже. Курс трехдневный, там все можно успеть. Поэтому мы пойдем другим путем. Мы дополним конфигурацию WinBind следующими директивами. Мы скажем, что ты WinBind. Загружая информацию о пользователях, о группах, сильно долго ее не кэшерой, присваивая пользователям и группам вот такие идентификаторы, причем идентификаторы будут присваиваться на стороне Линукса. На стороне Линукса в контроллере домена, как не было юидов, юидов и гуидов, так и не будет. Вот, также можно пользователям дать домашний каталог, и в нашем случае это нужно, этот домашний каталог нам очень пригодится для решения задачи, ну, чуть позже будет задача, расскажу. Вот, а также пользователям можно дать Shell. Ну, можно дать вот такой Shell, но зачем? Ведь пользователи не будут у нас работать непосредственно с этой системой, поэтому мы им дадим вот такой вот Shell, то есть подключиться по SSH к нашему Линуксу они никак не могут даже потенциально. Не только по этой причине, но и по этой причине тоже. Значит, сохраняю файл конфигурации, перезапускаю сервис WinBind, вот, и, собственно, я вот поленился, надо было показать, что, в принципе, не поленился, а зевнул маленько. Надо было показать, что до изменения конфигурации у каждого пользователя в Active Directory хранится уникальный вот такой SID, SID, да, значит, идентификатор пользователя, сервер-идентификатор пользователя. Уникальный. И благодаря вот этим вот действиям, благодаря вот этим вот действиям, у нас появилась возможность из этого идентификатора, я так немножко вот такой башизм использую, да, значит, вытаскиваю вот этот вот SID, отрезаю, собственно, вот эту вот часть, вот, и говорю, а покажи мне вот по этому SID ID пользователя, посмотрите, у пользователя появился, видите, Unix-идентификатор, помните, у нас вот, начиная вот с этого, да, параметра. Вот он у нас появился. Так, ну и, в принципе, можно вот таким вот ключом WB-info уже увидеть, что у нас, да, реально пользователь имеет Unix-атрибуты, Linux-атрибуты, да, User-идентификатор, Group-идентификатор, домашний каталог, Shell, все как надо. Ага, а в Unix-и про этого все пользователи знают или нет? Не знаю. Почему? Дело в том, что вот эта вот инструкция обращается к библиотеке Unix, которая говорит, покажи мне информацию обо всех пользователях, о которых ты знаешь. Но наш с вами Linux сейчас, несмотря на то, что мы в него установили WinBind, знает пока только про пользователей Linux. То есть мы с вами должны систему управления пользователей Linux модифицировать и объяснить, что часть пользователей у нас доступна через сервис WinBind. Значит, то, что я говорю объяснить, определяется библиотекой NameService Switch. Соответственно, под эту библиотеку есть компонент, который умеет работать с WinBind. Сейчас я этот компонент устанавливаю и редактирую файл конфигурации библиотеки, объясняю, что пользователей необходимо брать не только из файлов, не только из System.D. Кстати, интересно, что он оттуда берет. Ну, не буду сейчас отвлекаться, но вот тоже интересная задача решили. Так, а еще из WinBind. И вот я не раз эту лабу показываю, но вот каждый раз испытываю такое ощущение трепетом. Смотрите, бабац, появился наш пользователь, теперь уже в Linux. Пользователь наш есть. Ну что же, теперь на нашем Linux есть информация о пользователях, но мы с вами помним, что все это мы делали ради чего? Ради сервиса файлового. Поэтому открываем тему файловый сервер Samba. Вот, устанавливаем его. Устанавливаем. Тоже надеюсь, что очень долго это не будет продолжаться. Значит, что еще? Тут вот сразу реклама многих курсов. Значит, общий файловый ресурс будет размещаться вот в таком чудном каталоге. Дело в том, что это лаба с Samba во многих курсах присутствует. И, собственно, в курсе отказоустойчивости это зеркалируемый отказоустойчивый раздел. В курсе безопасности это шифрованный раздел. То есть файловый сервер с двойным номом. Такая лаба тоже приличная получилась, прикольная. Ну, а в нашем случае я просто создам пустой каталог, дам права на доступ к пользователю, с правами которого будет работать Samba. Ну, почему GAMES тоже не буду объяснять. Всегда этот пользователь был и продолжает дать. Дальше в моей шпаргалке в методичке описаны разные варианты использования файловых сервисов в разных условиях. В университете мы используем Samba для доступа пользовательского активно. Правда, там не интегрировано с контроллером домена. Есть на то причина. Вот, короче, я выберу наш с вами случай. Наш с вами случай. Это файловый сервис Samba, который интегрирован с Active Directory с использованием WinBind. Ну, сервис WinBind и сервис Samba используют один общий файл конфигурации, поэтому я просто продолжаю писать этот файл и добавляю сюда вот эту вот секцию. Сейчас сразу сотру лишнее, чтобы не надо было тратить время на объяснение. Это вот в других лабах присутствует, не обращайте внимания. Приходите к нам на курсы, все-все-все. Так, а оставлю только нужное и прокомментирую. Итак, начну с общего ресурса. Задание такое. Значит, предоставить общий ресурс. Заодно исправлю номер группы, номер стенда, у меня 13. Значит, описано, что наш файловый сервер будет содержать общую шару. Путь к файлам этой шары мы с вами только что видели. Предоставляться доступ к этой шаре будет только тем, кто входит вот в эту группу. Сам ресурс будет доступен не только на чтение, но и на запись. И работа будет самый простой. Опять же, вариант такой самый простой, может быть, самый тупой. Все будут работать с правами одного пользователя. То есть, если кто-то удалил файл, то, ну, на самом деле, можно настроить аудит и видеть, кто удалил файл. То есть, на самом деле, тут просто не решаются такие задачи. А как сделать, чтобы пользователь не мог удалять чужие файлы? Ну, в данном случае простейшая конфигурация. Все имеют одинаковые права абсолютно на этот ресурс. А вот этот ресурс очень интересный. Он нам пригодится для решения задачи перемещаемый профиль в Linux. Значит, каждый пользователь еще будет иметь собственную личную шару. И мы с вами задумаемся, как ее привязать к Linux в качестве домашнего каталога. Чуть позже. Значит, сейчас я все это дело сохраняю. Про перемещаемый профиль еще немножко. Значит, вот эти вот каталоги самбы личные, они по умолчанию располагаются в каталоге фоум. И вот обратите внимание, что, несмотря на то, что у нас юзер один есть, у него в домашнем каталоге каталога нет. Видите, да? Нету каталога. Поэтому эту задачу тоже надо решить. Открываем документацию в SAMB. И там сказано, что SAMB может создавать для вас автоматические каталоги, если вы ее интегрируете, например, с библиотекой PAM. Пам. Библиотека PAM нас с вами тоже ждет. Подключаемые модули аутентификации. И, соответственно, нам понадобится вот эта вот директива. Требуется исполнение настроек библиотеки PAM. Я думаю, что за слово «обей». Мне кажется, это просто фраза, что соблюдается на ограничении библиотеки PAM. Так, и в самой библиотеке PAM, в самой библиотеке PAM, тоже приходите к нам на курс, там будет подробно рассказываться, что такое библиотека PAM. Сейчас просто посмотрим. Значит, для каждого сервиса имеется свой файл конфигурации. И мы сюда добавляем строчку, в которой можно явно разглядеть, что будут создаваться МК HomeDev, будут создаваться домашние каталоги. Так, ну что, говорят авторы самбы, что ее даже не надо перезапускать, что уже все работает. Ну, давайте рискнем, проверим. Где там наш Windows клиент? Вот он скучает. Соответственно, открываю проводник Windows клиента. Проводник. Открыл проводник. Любимая командная строка, да? Проводник. Так, и пробую подключиться к системе gate. Slash slash gate. Оп, есть общая шара. Так, давайте проверим. Да, давайте здесь создадим парочку файлов. Значит, это будет папка корпоративная. Здесь дальше создадим, создадим, создадим текстовый документ. Значит, тоже это корпоративный, да? Корпоративный. Так, ну и попробуем персональную шару. Здесь и то, и другое указывает на одно и то же, один и тот же путь. И user1, и homes. Вот, поэтому, поэтому создам. Значит, здесь создам папку для user1. А то не user1. И создам текстовый файл. Текстовый документ. Тоже user1, да? User1. Так, ну не удержусь. Не удержусь. Посмотрю, что там у меня на Linux. Так, какой там был каталог диск-самбо, да? Как вам это нравится? Вот, файлы на Linux. Опять же, я не знаю, как вам это, но для меня это вот просто фрагмент чуда, да? Появился каталог user1. Смотрите, круто, сам появился, да? Здесь появились файлы. Вот, то есть то, что надо. И мы с вами делаем вывод, что первую задачку решили. То есть мы организовали файловое хранилище на Linux и к нему предоставили доступ через Active Directory пользователю Microsoft. Молодцы, круто. Вот, но на самом деле, на самом деле не об этом я хотел рассказать. Хоть и время утекает, я придумал лабу, которой даже в курсе нет. Значит, вот наши с вами Linux-системы пользовательские. Вот они, да, стоят. Соответственно, мы хотим сделать так, чтобы к ним могли подключаться Linux. Пользователи, используя учетные записи из Active Directory. Как же это сделать? Ну, сначала пойдем по той же дорожке, по которой уже шли. Значит, я сейчас отсюда прямо, чтобы консоли не платить, подключусь к первому. Клиент 1. Вот у меня имеется вот такой вот IP-адрес. Вот, может быть, даже знаете, как поступлю. SSH-KGEN. Сделаю ключи, чтобы SSH-KOPI ID. Скопирую, чтобы можно было быстрее подключаться. И отключаться. Так, и теперь могу подключиться без ввода параллельно. Ну, еще раз, чтобы туда-сюда прыгать. Вот я на клиенте один. Так, начну постепенно. Первое. Чтобы мои Linux-клиенты могли аутентифицироваться через Kerberos, как мы с вами уже слышали, надо установить вот эту вот библиотеку. Поскольку здесь DNS-суффикс на клиентских компьютерах я не настраивал, они не знают, к какому домену надо подключаться. Ну, и я никаким образом это указывать не буду, потому что просто возьму вот этот вот файл и его содержимое заменю. Объясняю, то необходимо подключаться вот к этому контроллеру домен. Благодаря DNS, Kerberos был интегрирован с DNS, соответственно, будет найден контроллер домена наш единственный. Ну, и я уже могу также проверить на всякий случай, потому что уже показывал вам этот фокус, получить тикет-гарантики для пользователя один. Так, калист, и даже могу его удалить. Кадистровый. Кадистровый. Так, хорошо, смотрю в сценарий. Смотрю в сценарий. Итак, настройка Kerberos клиента. Так, далее. Работа с файловыми ресурсами Microsoft из Linux. О, да, интересная тема. Значит, может быть, я даже поторопился. Может, я даже поторопился тикет-гарантикет стереть. Смотрите. Получив тикет-гарантикет, я могу с Linux попробовать обратиться к каким-нибудь сервисам, доступным через Active Directory. Ну, то, что у нас сервис на Linux, это, в общем-то, чистая случайность. В принципе, этот эксперимент был бы интереснее, если бы это был файловый сервер Windows. Файловый сервер Windows. Ну, ничего, будем использовать файловый сервер Linux. Мы же видели, что к нему в Windows пользователи подключаются. Так вот, идея в чем состоит? Что, получив тикет-гарантикет, я могу попробовать к Linux, попробовать к Linux, получив тикет-гарантикет, я могу попробовать к Linux подключить файловый ресурс Microsoft. Как это сделать? Значит, открываем документацию. Ну, вот здесь сказано, да, каинет. А дальше запускаем команду mount chips. Так, друзья мои, у кого-то микрофон, пожалуйста. Секция вопросов и ответов будет чуть позже. Ага, да, я это самое, сниму блокировку, потом не забуду. Так вот, открываем документацию к Linux и видим, что у нас имеется команда mount, которая умеет работать с файловыми ресурсами chips. Этой команде надо передать информацию о ресурсе и передать информацию, как подключиться. Ну, знакомые вещи тут, Rv, например, подключаясь с правами пользователя, это версия, протокол chips меняется постоянно, версия меняется. Но самая классная секция – это вот эта. Здесь сказано, что используя Kerberos. Kerberos. Значит, я сейчас нажму на Enter и все равно с восхищением, ну, не своим рассказом, а тем, что, смотрите, классно, да, смотрите. Вот, узнаете файлы, да? Вот. Ну, и, значит, еще раз говорю, что это все благодаря только тому, что я получил тикет-гарантикет. То есть, если я сейчас наберу команду там k-destroy и попробую повторить эту команду, то у меня ничего не выйдет. Только имея учетную запись, зная об учетной записи в Windows Active Directory, я могу смонтировать файловый ресурс CIFS на Linux клиенте. Так, ну что, двигаемся дальше. Хорошо, значит, мы с вами постепенно приближаем наших Linux пользователей к возможности работать с ресурсами Active Directory. Так вот, так вот, рассказываю дальше. Значит, мы уже хотели бы, например, ввести логин и пароль вот здесь вот, войти, соответственно, в домен, там что-то сделать и так далее, но ничего из этого не получится, потому что информации о пользователях у нас как не было, так и нет. Да, мы можем получить тикет или антикет, но когда мы войдем в систему, нужны будут юиды, гуиды и как бы их получить. В курсе, который я вам рекламирую, в четвертом курсе, рассматривается много решений этой задачи. Значит, ну, двин-бинт мы с вами видели, да, можно поставить двин-бинт, он тогда сгенерирует идентификаторы. Можно расширенные атрибуты назначить пользователям в Active Directory и, например, по протоколу лутап их получить. Раньше работала система NIS, потом ее выпилили из Windows-контроллера 2012. И тут, готовя рекламный вебинар, я подумал, а почему бы просто не создать эту учетную запись на Linux? Вот такой командой. Идем на первый курс Linux, нас там учат, и нас там учат, что для того, чтобы создать учетную запись, надо набрать вот такую инструкцию. Нажимаю на Enter, вот теперь пользователь появился, соответственно, все его идентификаторы есть, и, соответственно, можно попробовать залогиниться. Значит, чтобы попробовать залогиниться, надо сделать так, чтобы Kerberos аутентификация использовалась системной библиотекой PAM, про которую я уже упоминал. Друзья мои, друзья мои. Егор, я прошу прощения, я вас блокирую не потому, что не хочу с вами пообщаться, а чтобы была чистенькая, красивая запись. А общаться я буду готов, да, чуть позже. Так вот, библиотека подключаемых модулей как раз позволяет использовать Kerberos аутентификацию. И я устанавливаю эту библиотеку, и, собственно, попробую подключиться как пользователь в Linux. Я намеренно вышел из графического интерфейса, и буду использовать консольный интерфейс, потому что он порезвее работает. Вот я подключаюсь, user1, пароль из Active Directory, посмотрите, вошел, круто. Получил тикет, гарант тикет, можно уже монтировать файловые ресурсы. И тут вы мне скажете, ну, нормально, Вячеслав, да, у нас там 2000 пользователей, значит, там 500 десктопов Linux, и нам что надо, на 500 десктопов создать, значит, все 2000 пользователей? Ну, можно было прикинуться веником и сказать, ну, да, а что там, берешь Ansible и создаешь проблем-то всего-то. Но не про Ansible наш с вами курс, поэтому я смотрю сценарий, значит, подключаемся как юзер, проверяем тикет и гарант тикет, а отключаемся. Отключаемся, потому что, готовя рекламный вебинар, мне пришла в голову гениальная идея. А почему бы эту учетную запись не создавать прямо на лету, в момент регистрации пользователя? Почему это нельзя сделать? Можно сделать. И буквально за несколько дней до вебинара я действительно нашел программу. Ну, я, наверное, мог догадываться, что она есть, но никогда мне не приходило в голову ее использовать. Значит, смотрите, я удалил пользователя. Так, нет, не студента, а мне надо удалить пользователя какого? User1, да? User1. Удаляю пользователя User1, соответственно, проверяю ID User1. Вот, нету пользователя. И я нашел замечательный модуль ПАМ. Модуль ПАМ. Почему замечательный? Потому что сердцу каждого красноглазого лимксоида близка эта программа. Это ЛИБ ПАМ скрипт. Близка именно скрипт. Скрипт. Мы очень любим писать разные скрипты по поводу и без повода. И я хочу показать, что сейчас у меня библиотека ПАМ настроена на использование для аутентификации Kerberos и классической базы данных Unix. Стоит мне установить вот этот вот ЛИБ ПАМ скрипт, как у меня появится возможность написать на любимом баше любой обработчик процесса аутентификации пользователя. Ну, единственное, что если посмотреть, как сейчас у нас модули ПАМ выстроились, то мы увидим, что сначала работает все-таки Kerberos. А Kerberos сразу потребует идентификаторы, юиды и гуиды после аутентификации. А у нас их с вами нету. Поэтому я немножко эту секцию перестрою. Значит, я, может быть, даже оставлю, как она была, чтобы можно было сравнить. А ставлю сюда по-другому порядок модулей поменяю и кратенько прокомментирую. Значит, порядок будет такой. Сначала будут работать мои скрипты, которые будут создавать все, что надо. А дальше уже будет проверяться аутентификация. Кстати, вот я сейчас подумал, может быть, можно и в том порядке было оставить. Ну, поскольку еще раз меня окрылила эта идея три дня назад, и я лихорадочно проводил эксперименты, может быть, можно что-то будет оптимизировать. Но сейчас работает сначала модуль PAM Script, потом работает проверка Kerberos аутентификации, используя тот же самый пароль, который был введен на этом шаге. Ну, а потом работает PAM Unix, как это и было. Значит, сохраняю, создаю на ваших глазах самый короткий, на мой взгляд, который только можно написать, скрипт на баше, который делает следующее. Значит, открываем документацию к PAM Script. Там написано, что имя пользователя, который регистрируется, описывается переменной PAM User. Я проверяю, имеется ли этот пользователь. Если пользователя нет, просто вызываю команду, которая этого пользователя добавит. Сохраняю, не забываю делать исполняемым. CH 0 плюс X, делать выполняемым. Задерживаю дыхание. Опять волнительный момент. Смотрите, пользователя User 1 не существует. Все видят, что его не существует. Значит, подключаюсь, нахожу рабочую станцию и в текстовом режиме подключаюсь. User 1, пароль из Active Directory, паспорт 1. Нажимаю на Enter. Так, user 1. Да, да, все, спасибо. Да, смотрел и не видел сам. Так, хорошо. Соответственно, калист, калист, тикет, гранд тикет получен. А теперь к мега-задаче, значит. Ну, хорошо, учетные записи у нас создаются, все это хорошо. Но у нас же должны быть тут же доступны пользовательские файлы, рабочий стол, конфигурация и так далее. Все это хранится в домашнем каталоге. А сейчас фактически у нас пустой домашний каталог. И вот смотрите, следующий хак, который, да, ради чего этот вебинар идет. Следующий хак состоит в том, что, вот я вижу, что пользователь User 1 получил тикет, гранд тикет. Видите, да, смотрите за руками. Смотрите за руками. Значит, так, на чем остановились? Та-та-та-та-та. Подключаемся, как некий пользователь в консоли, проверяем наличие тикет, гранд тикет. Теперь пользователь переходит вот в этот каталог. И я возвращаюсь в консоль администратора. Набираю команду Callist. У администратора, у рута, никаких билетов нет. А теперь смотрите, что я делаю. Я беру и тырю, тикет, гранд тикет. Тырю, тырю, натурально, роду. Тикет, гранд тикет, который был получен пользователем. Теперь проверяю, есть ли у меня этот тикет, гранд тикет или нет. Ага, видите, украденный тикет, гранд тикет. А теперь я могу взять и, будучи администратором, смонтировать ему домашний каталог, используя его же тикет, гранд тикет. Команда MountSyft нам уже знакома. Соответственно, я говорю, домашний персональный ресурс файлового сервера на гейте я монтирую в домашний каталог пользователя, используя, внимание, Кербероса аутентификация. Нажимаю на Enter, возвращаюсь к пользователю и вижу, что чудесным образом появились файлы и каталоги. Так, ну, почему такая морока? Почему надо администраторам тырить ключи, потом, значит, монтировать и так далее? А вот почему. Потому что это позволяет мне, позволяет сделать следующее. Значит, это позволяет не только с помощью PAM Script создать новую учетную запись, но и также, если открыть документацию в библиотеке PAM, то там срабатывают модули в момент аутентификации, в момент начала сессии, в момент окончания сессии. И это позволяет мне пазл собирать дальше. Что я сделаю? Я сделаю так, что в момент регистрации пользователя будет подключаться к его домашнему каталогу файловая шара, личная его по протоколу CIRS. Ну, соответственно, я отключился от консоли, здесь отключился, удалил стыренный тикет-гарантикет, удалил. Дальше отмонтировал домашний каталог, потому что все это надо делать автоматически. Снова открываю тему PAM Script, и в этой теме PAM Script рассказывается, что вы можете создать вот такой вот скрипт, который будет работать в момент начала сессии пользователя. Работать он будет с правами пользователя root. Поэтому здесь мы с вами увидим все те действия, которые я только что демонстрировал. А именно, мы выясняем, что за пользователь подключился, тырим его тикет-гарантикет, проверяем, не смонтирован ли уже пользователь может отключиться, подключиться, снова отключиться и так далее. Если ресурс его не смонтирован, персональный домашний каталог, то запускаем знакомую нам команду mount-cifs, и вот здесь надо не забыть поправить номер стенда. Сохраняю, делаю выполняемым. Делаю дополняемым. Так, ну и читаю сценарий, чтобы... Подключаемся к user1 в консоли вебокс и должны увидеть в домашнем каталоге свои личные файлы. То есть теперь уже ничего не нужно руками делать. Проверяю. Значит, вот у меня пользователь user1. User1. Пароль executive directory. Проверяю. Зашибись вообще. Смотрите, в домашнем каталоге файлы с файлового сервера. Ну, что еще нужно? Так, хорошо. Тогда, соответственно, пункт 3.6 мы с вами сделали. Так, проверяем. Та-та-та. Отлагиниваемся. Отлагиниваемся. И я, будучи администратором, отмонтирую его домашний каталог. Последняя вишенка в торт. Это надо сделать так, чтобы... Так, чтобы когда пользователь в графическом десктопе будет работать, у него был доступен не только набор личных файлов, десктоп, конфигурация и так далее, но и общая файловая шара для всех пользователей нашей компании. Значит, ну, давайте сразу будем все делать. Найдено было на каком-то мутном форуме, что пользователь это сможет сделать, если в файл etc.fstab добавить вот такие вот записи. То есть к домашнему каталогу пользователя, к какому-то подкаталогу с правами этого пользователя монтировать. Вот. Каталог паблик тоже выбран не случайно. Потом вы увидите, что авторы графических интерфейсов тоже об этой фиче знают. Вот. Ну и, собственно, цель дискорда... описание в том, что файл fstab надо еще модифицировать, чтобы можно было монтировать общую шару с правами пользователя. Почему я не делаю это с правами рута? Потому что пользователь может быть вообще не в той группе, и у него не будет прав на монтирование общего ресурса. Поэтому я собираю пазл окончательно. Значит, я удаляю пользователя, user.del, user.it. Я модифицирую скрипт, который создает учетную запись. Он у нас уже есть. Вот. И в этом скрипте добавляется следующее действие. Если пользователя такого не было, то пользователь добавляется. А еще таким самым башизным вариантом в файл etc.fstab добавляется запись, которую мы с вами только что обсуждали. Эта запись позволит пользователю монтировать каталог. Так, ну и, соответственно, я этот файл модифицировал. Вроде бы здесь никаких больше не осталось косяков. Значит, сам файл у нас был выполняемым. И финальная проверка. Значит, у меня на клиенте 1 нет ни пользователя 1, ни пользователя 2, ни пользователя 3. Я иду в Active Directory. Помогайте, смотрите, чтобы я ничего не забыл. В Active Directory. Создаю учетную запись. Создаю учетную запись. Еще одну. Так. Так. Кыш. Учетную запись создаю. Создаю учетную запись. Как на курсах Microsoft учат. Учетную запись пользователя. Учетная запись будет Петров. Петров. Петр. Петрович. Петрович. Так. Он у меня всегда User2 во всех курсах. User2. Так. Пароль не будем требовать менять. Это, значит, просто убираем. Это не означает, что он не может поменять пароль. Просто это надо проверять и отлаживать. И сценария этого нет. Значит, паспорт. Так. Пароль знаю, какой ввожу. Паспорт 2. Паспорт 2. Так. Да-да-да-да-да. Next. Finish. И добавляю этого пользователя в группу. Добавляю в группу. Членом группы, соответственно, будет наш пользователь. User2. Добавить. Ок. Теперь вздыхаю поглубже. Иду, нахожу свой Linux Client1. Перехожу в графический интерфейс. Так. Дайте посмотрю в методичку. Создаем учетную. Замечаем. Подключаемся. И вот, смотрите, трогательный момент. На Client1 я логинюсь учетной записью User2. с параллелем паспорт 2. Нажимаю войти. Да, свежий десктоп. Это нормально. Значит, говорю, да, создай конфигурацию десктопа по умолчанию. И, друзья мои, волнующий вопрос. Значит, открываю. Так, значит, а, ну, у User2 я здесь, честно говоря, никаких файлов личных пока не вижу. Кстати, самое время их создать. Да, сейчас мы их создадим. Ну-ка, а вот этот каталог паблик. Ну, как вам это нравится, а? Круто. Значит, авторы графического десктопа сделали так, что при обнаружении вот этих вот записей в файле FSTAP, они тут же появляются вот доступно через десктоп. И, собственно, мы здесь можем что-нибудь, можем там что-нибудь создать. Креат фолдер, пользователь 2, да? Креат. Так, создадим здесь какую-нибудь еще папку. Создадим папку. Соответственно, new folder тоже пользователь 2, да? Видите? Вот, креат. Так, и отлогинимся от этой машины. Все, отлогинимся. Логал. Планируем конфигурацию. Значит, я тут показал вам на одной машине, а машин у нас с вами на самом деле много, 500, поэтому берем какой-нибудь Ansible или еще что-то. Но Ansible не буду брать, потому что у нас всего две машины, и Ansible у нас в других курсах рекламируется. Значит, я сейчас весь набор действий повторю уже без комментариев. Давайте посмотрим, насколько сложно распространить вот эту вот конфигурацию по всем нашим Linux-системам. Значит, клиент я буду пользоваться готовыми строчками, чтобы ускорить этот процесс. Значит, клиент 1 у нас какой? То есть, имеется 102, да? Так, клиент 3 у нас имеет... Ну, даже не клиент 3, а клиент M. Это просто переменное окружение в командах. Следующая станция у нас имеет вот такой вот адрес. Соответственно, я SSH минус copy ID скопирую на следующую нашу станцию. То есть, мысленно мы все эти машины настраиваем таким образом, чтобы... Вот. Ну и теперь, что нужно сделать? Загибаем пальцы. Первое. На каждый Linux-клиент надо установить вот такой набор программ. Чтобы у меня вопросы не задавали лишние, я запущу вот с таким вот. Так, только надо копипастить полностью от края до края. Итак, на каждый из 500 Linux-клиентов надо установить вот эти... Сколько там считаем? Раз, два, три. Четыре программы. Четыре пакета установить на всех четыре пакета. Устанавливаем. Так. А к этим четырем пакетам надо добавить четыре файла конфигурации. Собственно, файл, настраивающий Kerberos, объясняющий, как он доменем у нас с вами... А, да-да, не на той машине я нахожусь, все правильно. Возвращаясь на gate. Значит, я просто копирую через gate, копирую конфигурацию с первого клиента на следующий клиент. Значит, вот этот файл мы с вами редактировали. Вот этот вот файл редактировали. Так, вот этот скрипт создавали. И вот этот вот скрипт создавали. Так, вернусь снова на клиент. Следующий, значит, показываю, что здесь никакого пользователя 2 нету. Вот, видите, да, никакого пользователя 2. И пробую подключиться. Теперь пользователь 2 пришел на работу, и ему понравился третий десктоп, и он в нем регистрируется. User 2 и пароль из этой тарикки. Password 2. Ну, как вам? Вот его родная папочка на рабочем столе. Вот его родная шара общая с пользователями. Может сюда свою собственную добавить или еще что-то. Все, друзья мои. Значит, мы с вами, как обычно, не уложились. Я с вами не уложился, точнее, да, можно было использовать. То есть не уложился в 45 минут, но не исключая там пару косяков, у нас с вами все заработало. И что мы с вами в итоге должны сказать? Что да, вовсе не обязательно включать в домен все Linux-системы. Надо просто понимать, зачем это делать, что вам, какие преимущества. Значит, я не говорю, что эта конфигурация прямо вот готова к продакшену. Ее надо... Еще раз, она была придумана три дня назад. Вот. Но она демонстрирует важные вещи, что Active Directory в первую очередь это Kerberos. Что Linux-у нужны Linux-атрибуты. Что он может прекрасно работать с Active Directory по Kerberos, но главное, чтобы были Linux-атрибуты. Что очень просто можно добавить Linux-атрибуты. Да, да, да. Вот эти действия. Вот спрашивают в чате, что нужно сделать. Вот что нужно сделать. Скопировать вот эти вот файлы конфигурации. Больше ничего. Так что мне кажется, что это самое минимальное количество действий. Так, на этом я останавливаю запись. Мы переходим к вопросам и ответам. И, собственно, готов. Не заплатят зарплату. Если вам это понравилось, то вам захотите записаться на курсы. Кстати, сама методичка открыта. Пользуйтесь откуда угодно. Если понравится, то буду рад. По поводу курсов. Значит, если вам интересно все это, только еще более глубоко, подробно и так далее. На самом деле этот вебинар, это такая лаба была свежесочиненная. На курсах у нас все лабы отработаны многократно и так далее. И все варианты. Актив директор у вас, либо сам бы 4, либо еще что-то. Так вот, и у нас очень много курсов по линуксу. И я являюсь автором большинства из них. И буду очень рад, если вы будете это иметь в виду. Вы там или знакомым посоветуете. Курсы от базовых. То есть администрирование самого линукса. Как его поставить. Как его там обновить. Как завести пользователей. Курс, что делать с этим линуксом. Как превратить его в почтовый сервер, в файловый сервер. Как его превратить в DNS и прочее-прочее в интернет. Там прокси. Все в этом курсе. Там чатилку корпоративную развернуть на линуксе. Все здесь есть. Как сделать линукс безопасным. Там все вопросы безопасности. Всякие опармары, CH-руты, линукс-контейнеры, изоляция процессов и так далее. VPN-ы, шифрование разделов, диски и так далее. И вот наш с вами курс, который мы тут кусочки его посмотрели. Это интеграция линукса с Active Directory. Но про остальные не буду рассказывать. Потому что не упоминались они. Разве что отказоустойчивость упоминался здесь. Но буду рад вас видеть. По всем курсам планы лабораторных работ вы можете найти в методическом пособии. Вики, Валбе, Мастевуру. Материалы по методике чтения курсов. Вот все лабы. Можете, кстати, самостоятельно изучать. Так, останавливаю запись и отвечаю на вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует...